Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней, неуловимый бег. Тогда весь мир ты примешь как владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Джозеф Редвер Киплинг Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Ивановского общественного телевидения, научно-просветительская программа «Просто о сложном». Сегодня наша тема строительства, и у нас в гостях заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Академии архитектуры и строительных наук, доктор технических наук, профессор Сергей Викторович Федосов. Здравствуйте, Сергей Викторович! Здравствуйте, Александр Викторович! Сергей Викторович, а как бы Вы оценили современное состояние технических наук? Вот так вот. Ну, давайте говорить таким образом, что вопрос настолько широк, что тут, как его не упрощай, просто не получится. Вот давайте начнем с чего. Когда человек разумный появился и с четвертинок встал на себе на две ноги, он сразу стал думать о чем? О двух моментах. О том, как ему спрятаться и где спрятаться от непогоды. Ну и второе, чтобы ему было тепло, шкуры. И шел процесс накопления опыта. Сунул пальцем в костер, обжегся, больше туда уже, значит, пальцевать не будешь. А потом накапливаются определенные, так сказать, знания. И вот здесь как философии. Когда определенные накопления знаний приводят к качественному скачку. Человек начинает думать, а почему эти явления происходят? И тогда у него появляется и опыт, и в умах появляется, а почему. А когда уже появилась математика, настоящая математика, не во времена Архимеда, когда никаких формул не было, а только все писали со словами. Вот, то тогда люди стали определять и искать зависимости. И пошло развитие науки и математических, и химических, и всех других наук вместе за техникой. Что получается на сегодня? Какое-то явление происходит, мы смотрим. Почему оно появилось? Вот тот же, скажем, флаттер, когда вдруг на 100 лет назад, на заре авиации, вдруг при больших скоростях начал самолет трястись в воздухе. Кто решил проблему математически, сначала же надо описать, а почему этот флаттер, что он собой представляет. А после этого, значит, уже найти причину, как это все удалить. И процесс этот настолько сложный. И сегодня, смотрите, при всем при том, что у нас такие мощные самолеты, мощные танки, но обязательно самолет проходит, перед тем, как вылететь, проходит свою, так сказать, обработку в аэродинамической трубе. Сказалось бы, все ясно. И ясно, как движется воздух, и ясно, как он обтекает, те или иные элементы самолета. Но все равно, каждая новая модель испытывается. И окончательно результаты подтверждаются или пролегаются уже потом при движении в атмосфере. Поэтому я и хочу сказать, что на сегодня, вообще говоря, если говорить именно о технических науках, поскольку вы тему объявили как строительство, то, во-первых, всегда, конечно же, это эксперимент. Второе – это теория, которую этот эксперимент должна подтвердить, ищется подтверждить. А затем уже на основании полученных данных на теории эксперимента идет экстраполяция в будущем, как поведет тайной иной системы. И достаточно часто получается, что в итоге отвергается. Отвергается то, что было получено, скажем, в лабораторном опыте, теории подтвердило. А когда переходит на другой масштаб, так называемый масштабный переход, он все это отметает. А какие возможности развития технических наук оно открывает для промышленного производства? Вот давайте скажем так, если говорить о связи науки с производством, то я вам скажу один пример. Наверное, людям интересны примеры из ближнего нашего окружения, то есть нашей Ивановской области и так далее. Вот смотрите, в 1975 году я закончил химико-технологический институт, поступил в аспирантуру. А затем стал молодым доцентом в 1981 году. И вдруг ко мне приходит врач из ШУИ, приехал и говорит, вот Сергей, ты знаешь, как пломбирует зуб? Я говорю, не уж не знаю, я из-за этого боюсь к медикам-то ходить, к стоматологам, из-за того, что помню, какие это были ощущения. А он и говорит, а во многом это почему? А потому что вот амальгама, которая туда вставляется, она не закрывает все полости. И микробы проникают, и вот дальше кариес развивается. Я говорю, ну что вы от меня хотите? А он говорит, а я придумал вот чего. На иголочку я наношу полимерный материал такой, ставлю его в зуб и подаю ток. Значит, происходит спенивание, и все полости этот полимер заполняет. Дальше я обрезаю эту иголочку, и зуб никогда не будет подвергнут кариесу. Я говорю, а что это от меня хочется? Он говорит, а я знаю, что ты тепловые процессы читаешь студентом, ты ими занимаешься. Да сосчитай, какую надо подвести энергию, сколько только. Вот этот процесс происходил. Вот это был конец 70-х годов. Это вот один момент. Второй момент, пожалуйста, вам современный. У нас в субботу прошло открытое небо. Если кто смотрел, тот видел. Сергей Шибаев говорил слова, и это был такой момент, когда при этом было показано, что компания КСК, строительная, которая в городе строит много, она является генеральным спонсором. Так вот, с этим КСК у нас серьезные и давние партнерские отношения. И не дали, как на прошлой неделе, ко мне с очередным от них предложением подходил советник Михаил Сергеевич Спиридонова. А до этого он звонил мне, что вот есть техническая проблема, я пока не буду ее озвучивать, чтобы, так сказать, не поставить их в неудобное положение. Но мы сразу определим моменты, по которым мы можем с КСК посотрудничать в этом направлении. И так оно везде. И в строительстве, и в строительстве дорог. Я, может быть, опережу, так сказать, ваш последующий вопрос, потому что он сам будет проситься. А что в дорогах? А в дорогах тоже. В дорогах новые технологии, новые материалы. Это все естественно. Сергей Викторович, вы действительно предупредили вопрос. Но вот почему так получается, что вот развивается вроде бы техническое знание, а конструкции разной форм сложности, дороги, они оказываются менее долговечными, чем их аналоги предыдущего периода. Вот, Алексей Александрович, вы меня уж извините. Я знаю вас давно, как человек вот такого философского склада ума. Я хочу сказать, что это, в общем-то, расхожее мнение. Многие его придерживаются. И, в общем-то, оно не всегда верно. Давайте начнем с того, что до революции, определенный идет отчет от нее, что собой представляли дороги? Как они строились? Вот я часто езжу в сторону Рязани, так это там, кстати, там есть деревня Малинки, вот как и у нас, так это поворот за поворотом. То есть, как раньше прошла телега, так, значит, потом это прорубали, потом, значит, клали асфальт, но какие были автомобили? У нас до того, как вот изменился, так скажем, наш политический строй, ну, полуторки, трехтонки были максимум. А сейчас по дорогам какие ездят, многоосные машины, какая нагрузка? И, соответственно, этому пришли новые категорийности. Далее, я специально предполагаю, что эти вопросы могут подняться. Они ведь не только дорог касаются. Это вопросы нормативной документации. У нас только в 1925 году в СССР появились первые ГОСТы. А в каждом ГОСТы, внизу на первой странице, пишется, значит, отступление от ГОСТы преследуется по закону. И вот пришли 90-е годы распущенные, и все эти ГОСТы были отменены. Потихонечку стали выходить в СНИП, имеющие рекомендательный характер. И вот одна из проблем, кстати, которая на сегодня есть, это руководство КСК поднимает эту проблему. И оно уже обозначило перед губернатором. Что получается? Значит, поставщики строительных материалов, стали, бетона, другие приезжают в ванну и говорят, вот, пожалуйста, мы будем строить, вот, у нас есть сертификат на эту продукцию. А кто выдал этот сертификат? И какого он качества? И зачастую, оказывается, не только у нас в стране, что вот это проблема строительства. А к ней другая примелькает. Потому что строительство – это еще и транспорт. А на бензоколонках особенно частых, такой бензин, что его поставляют хорошим, а потом его, как принято выражение, бодяжат. Вот. И в итоге машина отъехала, два километра встала. Это тоже проблема того же масштаба, о котором вы говорите. Конечно, когда мы говорим о строениях, типа Москва-Белокаменный, там, или, значит, Петродворец. Вот. Это вещи, казалось бы, вечные. Но, опять-таки, давайте возьмем такие моменты, как пирамиды египетские. Да, вот как раз хотел спросить, вот с учетом современных технологий, например, вот копию египетской пирамиды, насколько сложно было бы сделать, и насколько она бы, на ваш взгляд, была долговечна? Элементарно сделать. Вот. Это не проблема. Сегодняшние компьютерные 3D-модели и прочие позволяют смоделировать ее геометрию, хоть пирамиду Хеопса, хоть какого-либо другого фараона. Второе. Не надо вырубать камень из горных пород. Элементарно сделали опалубку, проложили туда арматуру, можно стеклопластиковую, чтобы было легко. И вперед заординамик, что называется. Вот у меня сейчас готовят к защите докторскую диссертацию, один из моих учеников. Значит, там, вот какая интересная вещь. Это пластиковые трубные, арочные, такая переплетение, арочные из труб. Во всех аэропортах практически России это металл. Это трубы металлические. Пластик как-то у него пока не очень приветствуется. А забывают, что на американских, скажем, космических спутниках вся вот эта стержневая арматура, она из пластика. Пластик дешевле. Пластик на сегодня становится легко, так сказать, исполняемым. И вот если мы говорим с вами о пирамиде, спокойненько мы делаем композитный материал, у которого прочность может быть в 2-3 раза выше, чем у сокопрочного бетона. Вот мои коллеги, вы знаете, вот Москва-Сити выстроил целый комплекс. Вот здание Москва-Сити. Этот комплекс этим руководит Владимир Ильич Травуш. Он бывал у нас в Иванове не раз. Он когда-то с Никитином вместе проектировал Санкт-Петербашню. После этого он ее после пожара восстанавливал. Вот этот человек, у которого, понимаете, на работе стоит компьютер, а он считает на линейке логарифмической. И он-то всегда, я люблю его приглашать, и когда он вступает, я его слушаю в других местах. То есть основные направления вот этой строительной науки – это, значит, композит, это конструкции и мозги. Спасибо, Сергей Викторович. Тогда следующий вопрос после короткой рекламы. Продолжение следует... Сергей Викторович, а насколько вот достижения современных технических наук используются в Ивановской области, в том числе в строительном комплексе, в дорожном строительстве? Ну, я скажу вам так, что здесь вообще, если говорить об этой проблеме, насколько современные достижения используются. Давайте я приду опять к своему личному примеру. Когда-то, давно там назад, в 77-м году, вот после защиты докторской диссертации, я, что называется, болтался, потому что моя диссертация попала к черному оппоненту. И от этого ожидания я уехал в Чехословакию. Вот. И разговаривал там, значит, с таким же заведующим каждым процессом аппарата, как я тогда был, но чехом. Он только что вернулся из Канады, где он проводил, то есть работал. И вот что мы говорим? Он говорит, вот понимаешь, вот когда мы говорим о военной промышленности, то мы видим, что СССР очень сильная. Когда мы говорим о каких-то других технологиях, то здесь выходят западные технологии. Почему? Вот сегодня как раз очень яркий, характерный пример. У нас лучшее вооружение. Почему? Потому что это государственная политика. Потому что лучшие мозги, они там. Им создаются условия. Обращал ли кто-нибудь, Алексей Александрович, внимание на то, что вот существует у нас двухтомник, Нобелевские лауреаты. Значит, что 80% Нобелевских лауреатов – это не американцы. Это люди, которым американцы создали условия для работы. Вот, мозги уходят туда, а готовим их мы, и поэтому за копейки наши мозги работают вот там. Если бы у нас были бы такие же условия для низших, так сказать, уровней, это бы сдвинулось элементарно. Смотрите как. Опять-таки, нам двое наших коллег, Семененко и Тихомира, всегда показывают дома, которые строили наши капиталисты. И говорят о том, что капиталисты строили клиники, поликлиники для своих рабочих. Кто сейчас строит для рабочих? Никто. Вот, пускай не бежать, у меня Валерий Иванович Бобырёв, мы с ним в хороших отношениях недавно только виделись на Дне строителя, но как только вот это всё у нас рухнуло, советская система, я ему говорю, я тогда был в ранге ректора, давайте заключим договор, мы будем для вас готовить специалистов. Он мне говорит, да, Сергей Ильич, мне своих-то не знаю, куда девать. Вот. То есть, а сейчас, сейчас ситуация меняется. И вот сейчас пока, может быть, я тоже опережу немножко ваш вопрос, сейчас вот чётко видно отставание вузовской науки, вот не науки, вузовского образования от производства. Ну, что производство, да? То есть, вот какие вот здесь возможности сотрудничества науки и производства ещё не задействованы вот у нас в регионе, на ваш взгляд? А вот давайте мы конкретно скажем по, вот, опять-таки, по сотрудничеству и в ГПУ и КСК, между ними есть договоры. Когда КСК говорит, вот у нас, значит, есть технологии, которые закупаны в Италии. Я видел эти моменты, и не только у нас. Скажем, обращаются ко мне с Ярославля, говорят, вот мы купили завод. Значит, в чём идея? Приезжает директор, нанятый, и там, большими деньгами, отправленный своим хозяином, он приезжает в Италию. Идёт на завод, и температура 30 градусов. Он, значит, рубашечка, он смотрит технологию, как хорошо. Технологию покупает, привозит её в Ярославль. Её устанавливают, приходит зима, ворота раскрывают, холод пошёл в цех. Бетон не любит холод, вот, пока он ещё не стал бетоном. И давай говорить, а в чём же дело? Какие тут можно найти пути? Вот, и вот, значит, КСК нам говорит, что мы с Италией заключили договор. Нам поставили технологию и определённые добавки там, которые позволяют ускорять твердение бетона. Вот, мы проводим эксперимент, мы берём этот их, значит, бетон, добавляем в свои добавки. Вот, получается не хуже. Но вопрос в другом. Казалось бы, давайте тогда, чего же? Вот оно вам, и решение проблемы, чтобы это замена, там, западных технологий. Но возникает тут же вопрос. А руководство КСК скажет, а зачем нам такое количество? В малых количествах мы его производить не будем, а в больших куда нам его девать? Это первая сторона. А вторая сторона, да, связываться с тем, чтобы это вот, скажем, вдруг чего-то не так, мы там нарушили процедуру, а здесь звонок в Италию, это вы виноваты. Приезжайте, поправляйте. И приезжайте, поправляйте. То есть, люди больше предпочитают за границей, чем у нас брать, да? Да, да. И даже дороже, если это, но всё равно там. Всё равно. По крайней мере, понимаете, вот это опять-таки я свяжу вот с такой системой, системой медицинской. Наши вот там Чехов, он был же и писатель, и в то же время врач, он придёт послушать человека. Не зря были до революции семейные врачи. А американец на сегодня, он гарантирован, и он обезопасил себя. Он берёт данные, которые, значит, сняли с больного человека, заводит компьютер, и компьютер показывает, и даёт ему рецепт. Вот так надо лечить. И если пациент скорее умер, чем жив, как в том, он скажет, ребят, извините, я действовал вот по этой сертифицированной программе. Вот так же и сейчас у нас. Куплена западная технология. Вот в неё влезать не моги, а это может быть даже условия договора оговоренного. Всё, вызывай, жди. Сергей Викторович, завершающий вопрос такой. На Ваш взгляд, по каким направлениям основным может происходить развитие технических наук? Вот это всё, опять-таки, от того, что заявляет жизнь. Ну, смотрите сами. Самое главное в том, что в обществе есть человек. Раз человек, это важно его здоровье, а отсюда и всё остальное. Если нам врачи говорят, смотрите, вот как тот врач, который пришёл ко мне. Вот необходимо вот это лекарство. А как её производить? Мы тут же начинаем думать и смотреть. А как её произвести? В капсулированном виде или в каком-то таблетированном виде? Значит, надо смотреть машину. Вот мы закупили таблетированную машину, стали смотреть, её запускать, а она не выдаёт те результаты. Чего делать? Мозги крутить. Надо смотреть, а что. То есть развитие вот этих направлений. Развитие роботов. Безусловно, роботизированные системы, они выходят на один из передних планов. Во-вторых, транспорт. И самое главное, самое главное, энергетика. Потому что энергетика вот на сегодня, она страшна одним, то, что значит она может вдруг какой-то сбой. И, пожалуйста, вот Чернобыль. А другое, значит, что это те, что отходы уходят, опять-таки, в землю. В Иванове до сих пор не решена проблема. Да она и в России не решена. И в мире, я бы сказал, не решена проблема утилизации отходов. А ведь отходов быть не должно. Это должно быть какое-то сырьё для другой технологии. Вот если это сделать, тогда будут другие вещи. Или вот сейчас мы имеем, значит, наш ВУЗИ, мы имеем с Минстроем одну программу, так заказанную по воздушным тепловым насосам. То есть это системы, которые обогревают маленькие предприятия и малые дома. Воздух, на улице воздух, вот его если загнать и погнать через трубы, в которых находится фреон с температурой там минус 30 градусов, то даже воздух с температурой минус 10 за эти вот 20 градусов заставит скипеть фреон. А потом уже его, когда сконденсируешь, то он будет выделять тепло. И вот эта цепочка отобрать у воздуха с улицы тепло, через фреон перенести в дом, и температуры будет достаточной для того, чтобы погреть дом площадью 100 квадратных метров. Энергетика малая, она ещё и тем неинтересна, что это ещё и автомобильный топливо. Ведь грабим землю-то, себя грабим, выкачиваем бензин. Электричество, да, развивается. Сегодня опять-таки видел, показали, значит, по-моему, фольксвагеновские по телевидению автомобили, которые уже 600 километров проезжают на одной электрической заправке. Солнечная энергия, солнце, вода, вода тоже. И земли надо брать, потому что там, ну вот я вам скажу, я был в Якутске, я зарезал в хранилища, которые, ну, мировые. Там лежат зёрд, там и мамонтов куски какие-то ещё находятся. Но это на глубине 26 метров, там вечная мерзлота. А ниже, через 200 километров, 1000 градусов жара. Вот этому научиться, эти технологии поставить. И тогда не нужно будет человеку думать о том, чтобы перебраться на Марс или куда-то. Не сгорит Земля, останется она жить. Что ж, задачи очень большие. Спасибо, Сергей Викторович, очень интересный разговор. Спасибо вам. Спасибо. Наша передача подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был Сергей Викторович Федосов, академик Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор.